Здравствуйте, дорогие друзья! А как же читать книгу? Дело в том, что чтение это довольно-таки трудная работа. Обратите внимание на следующий психологический факт. Если бы буквы в строке не располагались ровным строем, а исходили бы из центра книги концентрическими кругами, то наш взор был бы буквально прикован к подобной картине, и мы неожиданно для самих себя стали бы исследовать таинственные знаки. Это включился бы врожденный инстинкт, инстинкт охотника, который пытается разобрать на снегу следы для смех животных. Все прямолинейное, строго установленное, а именно таким является любой печатный текст, претит нашей психики. Чтение – это тяжелое испытание для нашей нервной системы. Этот факт следует принять как данность и понимать, что, начиная читать, мы испытываем первыми реакциями испуг и отвращение, граничащее с головокружением. Однако, если поставить себе задачи научиться противостоять тексту сначала, а затем и приручить его, следует внимательно изучить буква за буквой все содержанное в странице, а лучше сразу двух. Вообразите себе, что ваши глаза – это мощные лазерные устройства, способные выжигать текст на белом пространстве. Обводите взглядом каждую букву, словно она является пустым контуром, который следует запомнить, подобным тому, как это делается в детских разукрашках. Понимаю, это звучит наивно и смешно, однако это очень действенно. Это похоже на чудо. Тем не менее, чем больше вы будете выполнять это упражнение, тем более дружелюбным станет для вас текст и доступным для понимания содержимое всех этих белых страниц. I don't believe you. Начинайте обращать внимание на слова, которые регулярно повторяются. Скорее всего, это значимые слова, и их необходимо выписать и узнать в переводе. Выучив написание этого слова и произнеся слово несколько раз, следует попытаться вычленить его из того речевого потока, который я советую вам прослушивать не менее 10 минут в день. Вообще, идеальным было бы, если бы вы сумели погрузить себя в языковую среду на 3 и более часа в сутки. Пусть звучит радио на английском языке, слушайте новости на английском языке. Каждый день. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, в комментариях я жду вопросы, на которые постараюсь обязательно ответить.